привет это я доктор анатоль и я пришел сюда где снег и где относительно скользко хотя это белая фигня тает чтобы вам показать и немножко еще поговорить по поводу того как мы создаем свою действительность или как от обычной действительности убежать и найти что-то более интересное я вам объясню почему это более интересно но там еще я записал парочку всякой другой фигни которая если до тянется до конца этого видео то я тогда это все вставлю честно говоря не помню что там было когда открою компьютер мы там посмотрим так вот у нас сегодня последний день холодной погоды сейчас кажется в минус 2 минус 3 у меня уже голова замырзла и надеюсь что я не заболею не отправлюсь черт знает куда вот у меня все относительно нормально завтра моих родителей будет колоть какой-то там вакциной удивительно что к ним пришли из так называемого office for the ages то есть офис поддержки старых пердунов вот и очень очень быстро буквально за два дня они организовали им вакцину не знаю какую она интересную вот и как раз кем мы можем от этого оттолкнуться насчет действительности я уже миллион раз говорил по поводу бессмертия и это в принципе тот вопрос который вокруг этого вьется дело в том что если вы посмотрите вокруг то увидите что большинство людей рождаются не большинство все рождаются и все насколько мне известно умирают на самом деле не все если мы посмотрим среди например тибетских монахов там довольно серьезное количество из них они просто испаряются вот я наверняка рассказывал то либо по-английски либо по-русски я сейчас не помню вот о том как например недавно что лет 10-20 назад одна монахиня которая между прочим занималась медитации занималась молитвами около ее родительского или брательниковского дома то есть семейного дома там у нее была хижина она в какой-то момент когда она была довольно пожилом возрасте она сказала своим братьям что оставляйте мне еду как обычно что больше вы меня не беспокоили вот ну никто ничего не знал потом через десять дней там больше уже никто не шевелился и когда они открыли дверь они увидели что остались волосы остались ногти все остальное исчезло вам может показаться что я пропагандирую такой здоровый образ жизни что вы там медитируете 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 мастурбируете мастурбируете свои мозги и потом улетаете в космос на самом деле я на это смотрю по-другому не смотрю а знаю когда придет тот момент когда ваше душе захочется что-то более интересное чем обычная человеческая жизнь то она вас поведет по духовному пути но она всегда вас ведет по духовному пути но тогда духовный путь станет явным и первое что вы увидите что действительность которую вам навязали родители общества и так далее это всего лишь одна действительность то есть вы увидите что то действительность то ощущение этого окружения которое большинство людей верят подавляющее большинство что-то с ним не так и люди начинают чувствовать что в одну секундочку может быть там есть какая-то причина или действительность связанная с интуиция почему например кошка может до тридевять земель найти своего хозяина который переехал или то же самое собакой у них есть то что мы называем инстинкт то есть какая-то там что-то там никто вот и люди начинают там покуривать травку играть в карты таро ходить на медитацию и так далее так далее все это интересно для того чтобы расшатать то ощущение действительности которая нам была привита с детства и многие учителя многие гуру они этим занимаются я пойду обратно потому что стало скольще чем до этого слишком скользко я не хочу не хочу хочу сказать матерное слово не скажу так вот и в конце концов если вам очень повезет а это везение сто процентов по ему мнению по моему мнению связано с тем что внутри вас душа этого хочет вы либо набредете на какой-то опыт либо на придете на какого-то учителя который вас может который может вам помочь ну прежде всего лучше ощутить иллюзорность обычной действительности а потом и помочь вам найти какую-то другую действительность которая скажем будет лучше и так далее когда мы говорим об иллюзорности обычной действительности она в принципе иллюзорно только с одной стороны она просто является одним одной из действительности который в которой человек может жить и поскольку мы все в нее верим поскольку у нас похожее понимание об этой действительности она не одинаково всех людей там разные культуры имеют разные сказать дела вот то разные ощущения разные также как некоторые константы которые должны быть постоянными эти постоянные они на самом деле не постоянно но не будем на эту тему говорить вот и начать и так же как нам кажется что это действительность обычная она однородно то есть она как будет по-русски концерт консистент то есть у всех людей приблизительно один и тот же опыт когда вы видите стену то вам она кажется стеной а не полем ромашек вот и другие действительности они значительно конечно реже для человека но они также имеют эту консистенцию они имеют это постоянность постоянство которое можно приобрести через духовные практики и в принципе все духовные практики они для этого существуют возвращаясь к вопросу о религии когда скажем индуц верят что ганеша действительно ему помогает вот это слово вера она может быть просто тупая глупость которая застряла в голове а может быть результат реализации то есть результат вдохновения прямого понимания когда он понимает что вот эта действительность она на самом деле есть и вот эта действительность этого ганеша она действительно помогает действительно сохраняем мы все знаем о таком деле как ангелы-хранители ангелы-хранители это не что-то что выдумали люди а это что-то действительное в другой действительности и многие люди из той действительности привезли это этот концепт в эту действительность и начали им оперировать как будто это существует в этой действительности а не в той действительности и в принципе одна из интересных вещей насчет этих разных действительностей что люди в одной действительности не могут хорошо понимать людей в другой действительности. Ну, конкретно человек, который родился в этой действительности, что большинство, все из нас, не большинство, а просто все, то, естественно, что когда вы узнали другую действительность, вы можете о ней говорить, но не наоборот. То есть, если вы знаете две действительности, вы можете говорить о первой, первозданной действительности, но не наоборот. Поэтому человек, который там, скажем, в каком-то храме говорит разные, так сказать, там проповеди людям, то он их может вдохновлять, скажем так же, как я пытаюсь это сделать сейчас. Не пытаюсь, а просто говорю. Но вот этот зов к чему-то большему, чем обычная действительность, это происходит именно от зова изнутри души, а не потому что, ой, так сказать, у меня задница болит, я боюсь, что я там умру не вовремя и так далее, и так далее. Если вы внимательно заметите, что действительность или недействительность, мы все кончаем жизнь более-менее одинаково. И тут возникает большой вопрос или большая заметка. Если вы верите в обычную действительность, то что у вас будет в жизни? Ну, у вас будет племенное дело. Родились, получили образование, влюбились, родили детей, кормили, 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 дети выросли, родили внуков, а вам-то это что от этого? Ну, с точки зрения этой действительности, это же так хорошо иметь детей, иметь внуков, иметь там правнуков и так далее. Но как это вас удовлетворяет? Особенно, если вы хотите выразить свою душу, а не свою физиологическую эмоциональную потребность. Ничего я против этого, конечно, не имею. Если вы смотрели мои видео, то вы знаете, что я отношусь ко всем людям спокойно, даже людям, которым было бы лучше не жить на этом свете. Это самое было бы лучше светом. Так вот, когда у вас возникает вот такое желание, тогда душа через вас начнет сотворять новую действительность. У вас могут появиться деньги, 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 деньги. У вас может появиться новый boyfriend, girlfriend, любовь и так далее. Все это будет для того, чтобы вы не выскочили из обычной действительности. Поэтому я всегда смеюсь, что если вы хотите иметь прекрасного мужа или иметь прекрасные, так сказать, там, я не знаю, деньги, то начните заниматься медитацией. Ваш ум, который впрямую связан, который возник через обычную действительность, он взбунтуется и начнет вам давать подарки. То это, то то 30-е. Вот. Поэтому, если вы поговорите с серьезными медитаторами, то вы увидите, что у них жизнь становится очень интересной. Я всегда вспоминаю историю из, 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 из... А не буду вам рассказывать, какие бывают потрясающие совершенно рецидивы. Вот. А людям таким, как я, действительно интересно, что происходит в реальности, которая необычная. Вот. Если вас это интересует, то у нас с вами может быть какой-то интересный разговор. Так, давайте я ослеплю себя и с вами попрощаюсь. Расскажу вам, скажу вам, расскажу вам здрасте, чтобы у вас хвост распушистился, чтобы крылья махать начали шире и лучше, и чтобы снег был ярче, и чтобы была теплая погода. Завтра у нас будет почти 10 градусов, а в среду они обещают, что вообще будет 15. Я в это немножко не верю, но попытка не пытка, посмотрим, когда это произойдет. Всего вам. Я пришел на мой любимый мыс. Маленький мысочек. У нас сегодня 10 градусов, снег тает вовсю. Последний день февраля, между прочим. Очень странно это. Вот, я сейчас буду стоять на краю обрыва. Если будет обрыв, то будет мне, будет мне большой киш-миш-миш-миш-миш-миш-миш. Вам придется смотреть это через дерево, потому что мне не очень хочется туда дальше лезть. Видите, как здесь трескается лед, и уже вода, рыбы еще там не прыгают. Но, товарищи погодопрогнозчики говорят, что у нас в следующей неделе будет, ну, где-то 1-2-3-4 градуса. А вот через неделю у нас уже будет выше 5-6-7. Говоря по этому дурацкому Фаренгейту, у нас будет выше 30-35 в эту неделю, которая начинается сегодня, официально, в воскресенье. Вот. А через неделю у нас будет уже выше 40. И такое впечатление, что у нас будет по 5-6-7 градусов уже по Цельсию, по нормальной системе. Будет уже, ну, до конца месяца. Я чуть здесь не свалил забор. Вот. Вот он, этот забор. Так что я доволен. Доволен, потому что я не люблю холодную погоду. Но сейчас в середине зимы 2-3-4 градуса тепла. Это уже чувствуется, как будто 15 летом. Так что все хорошо. И пусть будет так у всех. Пушистый хвост, теплая погода. Так вот, недостаточно тепло, чтобы шорты носить. А вот это для меня главный конек. Нет шорт, нет счастья. Всего вам. Течет река Волга. Ну, насчет Волги я не знаю. На то, что она течет, это точно. Зима. Завтра у нас зимы официально уже не будет. Будет теплая погода. Снег растает. Снег растает. Снег растает. Снег растает. Снег растает. Продолжение следует...